МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Человек, с которого все начиналось. Организатор всего этого движения. С Владивостока. И потом это все пошло, пошло, пошло. На Запад в том числе. Александр Щеряков, насколько я помню. Да, мы спрашивали, будет ли Александр в день показа 25-го. Вернее, в вечер показа у нас. Он говорил, что нет параллельности. Что будет в Калининграде, насколько я помню. Выбор в Калининград. Помнится? Выбор в Калининград. Ну что, впервые такое мероприятие проходило в нашем городе. Собственно, событие знаковое. В парке Аполло оно состоялось. Ну, просим прощения. Ни Николай, ни я не смогли уделить внимания. Очень хотел, но, к сожалению, все практически за городом. Все выходные были за городом. Дмитрий, поделитесь этот опыт. Днем в парке Аполло ничего не предвещало того, что произошло в итоге. Я понимаю, анслаг в кинотеатре или анслаг в драмтеатре. Ну, анслаг в парке, это дорогого стоит. Просто буквально пол... Прямо яблоку не было упасть? Ну, пол седьмого пошли просто гигантское количество людей. Гигантское количество людей. Для фестиваля и для парка Аполло. И это очень приятно, потому что наш прекрасный парк Аполло будет же дальше. И можно с ним взаимодействовать. Я думаю, что было больше пятисот человек. Опа-ненькие. Ну, под пятисот точно. Люди в комментариях писали друг другу, что больше четырехсот человек. Посчитать было сложно, потому что был такой наплыв. Ну, вот, допустим, помещение посчитать можно. Но как посчитать людей в парке? Они идут по разным тропинкам. Невозможно. То есть как бы нужны... На будущий год нужны волонтеры. Ну, есть методика расчета у правоохранительных органов. Там, исходя из квадратного метра, сколько людей на квадратный метр. Там, из какой плотности стоят, они очень быстро рассчитывают. Вот метинги, демонстрации. Замятная методика. Не, ну, все посадочные места, с торцов вокруг скамеек в парке Аполло. Один за другим люди стояли сзади. За сидящими тоже. И постоянно люди приходили, уходили. Кино-то ведь, оно, понимаете, что особенно приятно. Кино — это не для попкорна употребления. То есть кино, оно вот именно... Это кино современное. Это кино со смыслом. И это кино очень модное и стильное. И все остались довольны. Вы понимаете, хлопали. Ну, вот как, я не знаю, как в «Мариинке». Ну, в полном смысле, чуть слабее, конечно. Что за публика-то все-таки была? Люди молодого поколения, люди в возрасте? От мала до велика. Просто мы когда анонсировали, говорили, что 18+, ограничение будет израстное. Вот я смотрю, судя по списку фильмов, там далеко не 18, можно было и более молодым. Там и ноль плюс, да, и шесть плюс. Нет, ноль никто не пришел. Наверное, может, и кто-то был в животике. Но в основном были дети, тоже были. Мы в определенный момент подумали, ну вот как... Я опять же говорю, что в помещении можно эти моменты следить, допустим. Ну, как в парке-то с этим бороться. Ну, в смысле, вот реагируют. Регулировать. Это уже задача... Ну, там ничего такого уже не было. Там все. Я говорю, что это вот именно современная культура, которая меняет людей к лучшему. Это 100%. Это могут подтвердить каждый, кто идет, кто был на фестивале. И что приятно, что в соцсетях... Я смотрю, ну, как бы подписываю на разные там сообщества. Открытые, закрытые, и все обсуждают. Как голосовали? Ну, как голосовали? Нет, мы и сказали. Как голосовали вы рассказываете? Светом. Светом. Знаете, насколько активно. Я как бы со сцены запускал маленький кусочек из фильмов и отбегал в сторону, потому что не хватало охвата. Ну, допустим, сфотографировать всех, кто поднял. А было бы обидно, если бы мы сфотографировали не всех. И в один из сюжетов, когда я отбегал, там стоял Андрей Жигарин, и кто-то с ним рядом еще. Он говорит, как это прекрасно. Ну, в смысле, это правда. Это выглядело очень великолепно, потому что людей не видно, темнота и вот эти красивые свечения. То есть ты просто фотографировал? Я фотографировал. А потом уже эти фотографии там будут оценивать как-то? Вы знаете, было такое достаточно, ну, не так, как в футболе, допустим, страстное голосование, но оно эмоциональный характер имело, конечно. Очень смешной был, особенно, я не могу определять, ну, примерно, допустим, да, спорный вопрос, но про коррупцию победил. Он победит, наверное. Это про коррупцию, где взятка за взятку? Где взятка, да, очень смешно. Как называется еще раз картина? Взятка так и называется? Взятка. А, вижу, Алексей Харисонов, режиссер. Люди в конце показывали, ну, пожалуйста, скажите, как называется фильм, чтобы нам не забыть поискать в сети. В сети их нельзя, пока их нет, но надеемся, что потом когда-нибудь они появятся. Гражданин предлагает следователю взятку, чтобы закрыть дело. В дело в том, что дело заведено, а дача взятки. Нет, ну, смешно. Насчет сети ведь Александр объяснял, что там просто часть фильмов выкладывается, часть фильмов просто в связи с вопросами права обладания, там они в сети не появляются довольно-таки долго. С европейским кино это где-то полгода примерно. Полгода, и они появляются в сети. Кто-то сливает туда потом. Так. Кто-то предварял показ вступительным словом. Да, помимо этого... Как вводили людей в курс дела, да. Ну, с утра начали поить людей чаем. Прямо с утра? С субботу? Ну, утро для творческих людей. А уже после фильмов отфаивать стали чаем? Нет, нет, нет. Заранее готовили? Мы люди нового поколения. Алкоголь мы, конечно, употребляем, но редко, чем раньше люди это делали. Поэтому в основном поили людей чаем коллекционным, китайским. Был специальный чайный клуб. И играли великолепную музыку диджея. Также мы туда принесли кучу книжек для того, чтобы хотя бы можно было полистать, не купить, если даже. Ну, и какими-то вкусностями угощали. На сцене очень экстравагантно появился Михаил Лицеров. Историк, преподаватель. Преподаватель. Университет, хорошо знакомый слушатель. Я старик. И в таком пошатывающем виде, держав бутылку в реке, изображал поэта. Он был в образе, да. В образе или в состоянии? Он говорит, вы не удивляйтесь, но я появлюсь из-за кустов. И мне нужна бутылка. Мы ему бутылку предоставим. Появился, как обещал, из-за кустов. И тем порадовал всех сидящих. Классно, что люди пришли на кино и увидели Михаила. Но они хлопали так же примерно, но чуть поменьше. Потому что, наверное, больше людей на кинопроказ пришло уже. Но хлопали, аплодировали, смеялись. И были рады. А тема-то ведь такая непростая. И очень важно. Поэзия, как искусство, поднимать слова. То есть он выступал-то не как... Это была лекция. Это была лекция, а так немножко на другую тему. Не совсем киношную. Он вышел не как шоумен. Он не был как ведущий. И его задача была не развлекать. У него была лекция. И вот такие... Образовательные, в общем, миссии. Я просто представил все-таки... Ведь мы когда говорили о том, почему фестиваль проходит в парке Аполло, мы вспоминали как историю, что это как раз то место, откуда в первое началось кино. Вятская губерния была первая кинопоказ. Я почему-то думал, что Михаил, как историк, он, может быть, расскажет эту историю. Как там был этот кинопоказ. Скинь, там слайды покажешь. А он вон чего. Взял, с бутылки вышел, про поэзию заговорил. Ну, поэтому больно себя повел, как Эльцидор Дункан, который выступал в такой сомнительной одежде, как многие рецензировали после его выступления. Это сомнительная одежда тех лет. Сейчас, по-моему, она бы никого просто не удивила. Картины показывались одна за другой, да? Без каких-то? Нет, конечно. Ну, чтобы не терять эмоции. То есть картины шли показом одна за другой, а голосование шло потом отдельно, напоминались фрагменты, и люди уже зажигали, да, свои вещи какие-то? Да, все картины шли нон-стоп, чтобы не потерять эмоции. А в конце уже все... В принципе, я думал, что уйдет большое количество, никто не ушел. Но если ушло, человек 15... Нет, ну, здесь самое интересное, надо просто посмотреть еще свой голос отдать. Нет, люди настолько успели влюбиться в фильмы, что им было важно остаться и приголосовать за свой любимый фильм. Ну, да, я об этом говорю. За тот фильм, который больше всего пришел с подуши, да. Что за прибор-то был, по которому измерили? Фотоаппарат был. Прибор, фотоаппарат... Это тоже уровень свечения по фотографиям. Все эти фотографии мы выслали организаторам, и по уровню свечения они определяют, какой фильм. Будет бы больше эмоций понравилось. Вы-то как, собственно, человек, фотографировавший, вы же прекрасно понимаете. Вы знаете, результаты в сентябре будут известны, и я могу кого-то обидеть. Ну, допустим, в Кирове я могу только примерно сказать. Мы примерно сказали, что за взятка у нас. Актуальный за взятку. Актуальный фильм, да, для Кировской области. Для Кировской области очень за взятку. И давайте напомним, собственно, вклад в нашего города, где, собственно, прошел этот Всемирный фестиваль уличного кино. Что дальше будет? Вот они определяют так. Это фотография самая яркая. И... Я могу забыть. Вы знаете, великолепно, когда вятку приравнивают к какому-то мировому уровню. Вот как раз в этот день, когда мы показывали в Парке Аполло фестиваль, этот же фестиваль показывали... Ну, Москва, ладно. В Москве, в Париже и Рио-де-Жанейро. В Рио-де-Жанейро смотрели те же самые фильмы? Именно в этот же день. Да. И в Владивостоке. И прекрасно, когда вятка выходит на мировой уровень, когда мы можем актуально смотреть современные какие-то кино, допустим, да. И именно в этот же день, когда смотрит... Ну, ладно, Москва. А гостям-то, кстати, в празднике об этом говорили. Люди, вы только вдумайтесь. Мы сейчас не одни на планете Земля. Нас в Владивостоке тоже смотрят. А там было понятно, Владимир, что не одни, потому что там... Рио-де-Жанейро. Знаете, сцен это поставлено в Аполло, что на заднем плане приличного экрана была Луна. И были звезды. И темное небо. И тут понимаешь, что да. Вселенная. Да, во всей Вселенной. На многих уголках. То есть я понял так, что теперь вот эти вот фотографии из разных мест, да. Потом по какой-то сумме общей уже будут определяться за какой фильм во всем вот этом мире. Фаворит. Как бы да, больше проголосовало, да. Я не знаю, как там... Мы начнем с собой участвовать уже более тысячи городов. Да. И как вот эти все снимки отсмотреть надо? Девять фильмов. Ну, девять тысяч снимков, в принципе, можно смотреть. Я думаю, что их можно проанализировать. Там, скорее всего, компьютер может проанализировать сам, без участия человека. Ну, и будем надеяться, что, собственно, люди, режиссеры, картины, которые получили больше всего света, в перспективе не будут выходить на более. Да, события, какие-то культуры, именно светом. Это красиво. Это честно. То есть нет, ну, в смысле, коррупция опять взяток нет. То есть все равно переможено. Да, само слово свет. Ну, Дмитрий же приводил пример, да, по прошлым показам, когда вот малоизвестный режиссер, короткометражка, его получает больше всего положительных отзывов, и бац, ему предоставляется возможность уже снимать полный метр. Полный метр, да. И он уже выходит на более широкую аудиторию, получает. Потому что если... Другие награды, призы и так далее. Получить деньги на полный метр, я не знаю, может, только Михалков, наверное, себе позволит. Ну, распределяют каждый год все-таки. Ну, удача. Ну, распределяют. Почему? Там не только Михалков, там много режиссеров. Но попасть в этот круг все равно довольно сложно. Сложно. Ну, из десятков человек, да. Ну, и государство старается, наверное, все-таки давать деньги тем, кто, собственно, не зря отработает. Ну, понятно все, да. В том числе и на благо государства. Ну, Александр, сейчас связь уже с этим миром продюсеров налажена определенно в этом фестивале, и что все-таки к голосу прислушивается. Я могу сказать, вот, резюмировать, только очень важно для современных режиссеров, молодых, кого мы смотрели как-то «Микраски», много было людей, ну, в смысле, может быть, ушло, как бы, человек пять. А представьте, больше пятисот было, да. То есть людям это нужно. И это не какой-то, действительно, как написал Александр Ширяков, организатор, что это какой-то непонятный, сложный архаус. Это кино для народа. И люди им благодарны. Очень увлекательные сюжеты везде. Современное кино, может быть, помнято, и оно, как бы, именно востребовано уже. В общем, кино проясняется. Практика показала. Кино не о том, как надо Родину любить. Ему надо помогать. Нет, ее любить надо. Ну, понимаете, ее любить не штампами, стереотипами. Ее надо любить. Вот я к этому уже, да. Ее нужно любить изнутри. Изнутри. Советом, делом. Любишь Родину, люблю. А ты попробуй конкретного человека полюбить. Нет, мы любим Родину. Конкретного человека полюбить, да? Мы же любим Родину. Мы же вот транслируем, допустим, проект, связанный с фольклором. Пусть он, допустим, на сегодняшний день авторский. Там какие-то есть моменты, мы сейчас его редактируем, да? Но к нам заходят и видят, что есть элементы вятской росписи, да? Как бы и есть современное искусство, там, 21 века, только что сделанное. Мы работаем от истории и до наших дней. Вот так важно. Потому что мы любим свою Родину. Мы любим ее творчеством, делом. Скоро уйдем на перерыв, нам пора уже это сделать, но все-таки еще один вопрос. Дмитрий, перспективно вообще в нашем городе продолжать вот кинопоказы под открытым небом? Я думаю, что надо будет в следующий раз, это будет набережная обязательно, потому что люди подходили, говорили, ну вот бы тут побольше места, мы бы все вошли. Потому что, ну, кто не вышел, просто им как бы сложно было смотреть. Даже учитывая, мы специально взяли не только потому, что история, как бы, губерния Вятская о том, что там первый кинопоказ был. Там есть амфитеатры, и мы уже научим опытом, когда прямо, люди не видят друг за другом. Поэтому был амфитеатр, и больше людей вошло туда. Было, в принципе, комфортно. В общем, такие показы, фестивали кино под открытым небом, open air, перспективная штука. На будущий год это будет минимум, в Кирове, я вам обещаю, это будет минимум тысячи человек. Потому что все, кто ушел, все в восторге, все аплодировали, до конца остались и пишут в комментариях спасибо, что настолько умное, интересное, молодое кино мы не ожидали. Ура! Ура! Да, я напоминаю, что мы беседуем с Дмитрием Шиляевым, руководителем Центра современного искусства «Галерея прогресс». «Галерея прогресс», почему мы именно в таком составе, она выступала организаторской, организаторской поддержкой, в Кирове, в Кирове, в фестивале международному. Всемирного. Всемирного фестиваля, подчеркиваю. Небольшая пауза, после которой к нам присоединится наш главный редактор Светлана Занькова. Мы продолжим нашу беседу, немножко в другом русле, но в очень интересном тоже. Перерыв. Продолжаем наш разговор. Наш главный редактор Светлана Занькова к нам присоединилась. Добрый день, Светлана. Добрый день, Светлана. Дмитрий Шиляев, руководитель Центра современного искусства «Галерея прогресса». Вот нам Дмитрий уже сказал, что вполне успешный опыт у нас произошел в городе. Фестиваль всемирный, уличного кино, короткометражки были показаны. Полтысячи примерно участников. Это точно. Просто совершенно неожиданно, честно говоря. В какой-то мере неожиданно. Учитывая, что первый раз. Да. Первый раз. В Кирове. Первый раз. И весь город вовсе не был заклеен рекламой. Я могу из опыта сказать, что да. Ну, в смысле, мы поклеили афиши, по городу немного успели. Но когда первый раз, мы вот обычные проекты творческие раскручиваем пять лет. Они через пять лет начинают хоть как-то небольшой плюс показывать. А здесь с первого раза. Ну, поэтому ты и говоришь, что на следующий год будет уже тысячи немецких. Это сенсация. О чем интересно это говорит? Мы соскучились по вот таким форматам. Соскучились, наверное, да, потому что раньше они были. Все помним проект «Десять вечеров» нас с Паской. Мы все равно вот в этой массе информации, которая ежедневно нас окутывает, много ненужной информации, все равно ищем какой-то выход именно пищу для души, которой стал как раз таки вот этот фестиваль. Каждые десять лет поколение меняется. Это статистика. И, соответственно, форма культуры и социокультурных каких-то проектов обязаны и должны меняться. Люди некоторые должны признать, нам нужно уйти. Или получить дополнительное образование, или просто уступить дорогу каким-то более молодым, более, скажем так, энергичным, более целеустремленным. Это нормально. Поэтому, мне кажется, некоторые культурные проекты, они устарели в нашем городе. И проекты, которые они подают признаки жизни, они всегда есть, они всегда востребованы людьми. И вот для нас всегда были хорошим и важным, и главным цензором – это люди. Если людям нравится, вот, ну, как бы, допустим, в нашем проекте что-то, то, что мы делаем, значит, это хороший проект, его надо развивать. — Коллеги, я только присоединилась. Простите, меня не смогла послушать первую часть программы, поэтому если я буду задавать какие-то вопросы, о которых вы уже обсудили. — Да классно, здорово прошло. Вот такой общий итог. — Вы меня поправьте. 500 человек – это очень много. И мне кажется, да, действительно неожиданно. А скажи, пожалуйста, вы проанализировали, что за люди к вам пришли? — Задавали. — Задавали вопросы. — Ну, и старые молодцы, Дмитрий. — Совершенно разные. — Ну, кто ходит ногами? — Хорошо. И смотри, какая история. Вот мы много раз говорили действительно о том, какая у нас культурная афиша. И, кстати, здесь первые лица региона в этой студии говорили, что нам бы культурную афишу нашу освежать, менять, нам не хватает новых форматов, нам не хватает... Тут уже закавычивать можно эту историю про концертный зал. Мы берем не сам концертный зал, как какой-то объект, а то, что надо поправить наш концертный зал. Что-то в нем устарело, надо что-то новое вносить, да, абсолютно точно. И вот то, что ты говоришь сейчас, что поколения меняются, потребности, запросы меняются. Надо уступить место, там, старым форматам уйти, ввести эти новые форматы и там дать людям, которые способны эти форматы обеспечивать в нашем городе, дать им путь и всяческую поддержку. Вот история про поддержку, она всегда вызывает споры, и мы всегда ее обсуждаем. Какая нужна поддержка? Вот обычно бывает так, кто-то из бизнеса говорит или людей, которые устраивают мероприятия, говорит, лишь бы не мешали. Вот нам бы не запретили, нам бы не помешали, мы бы там провели. Кто-то говорит, нет, этого мало. Мало того, чтобы не помешали, мало того, чтобы не запретили. Нам нужна поддержка и заинтересованность именно первых лиц. Вот ты знаешь, в последнее время, когда особенно мы часто говорим про вот урбанистические проекты, раз уж у нас тут, да, урбанфорум, очень многие коллеги из разных регионов говорят, вы знаете, ничего у вас не выйдет, если вот одно первое лицо в регионе и второе в городе, кровно сами не будут заинтересованы лично. А что касается культуры, скажи, есть ли здесь такая же корреляция, да, или нет? Что-то я не помню, один из прекрасных привел пример, что у нас в России пока, на сожалению, сегодняшнее дело обстоит так. Не про Киев, говорю, а про Россию, да, на штабе страны. Что вот министр финансов сидит от президента, например, с левой стороны, министр обороны с правой стороны, а министр культуры сидит в самом конце, ну, как бы, стола заседания. И это многое определяет. Это же показатели. Это показатели. На каком месте там культуры стоят? По бюджетам то же самое. А вот если мы там, ну, давай разберем эту историю, разделим на две части. Бюджет с одной стороны и заинтересованность, и там помощь, и содействие с какой-то другой стороны. Личная инициатива, присутствие на мероприятиях, личный отклик в СМИ по поводу мероприятий. Инициатива по совместному привозу каких-то интересных людей, группа и зачатию там проектов там, да, скажи, пожалуйста. Вот здесь все-таки насколько весоме одно или другое? Только деньги решают? Или без денег никак не сделать? Или вот личное там присутствие, помощь и так далее? Знаете, архитектор, как приезжал из Петербурга, который, ну, я не знаю, пока на стадии рассмотрения его проекта, да, который он предлагает, как фамилия? Он ничего не предлагает, он технологию показывал. Он показывал свои проекты, да. Как можно работать... Перелыгина мы имеем в виду, который недавно был. Да, Перелыгина, имеет Ленгий Прогор. Как можно работать, если власть принимает решение что-то серьезное изменить? Он абсолютно разумный весь сказал, видимо, из опыта, это была его, может быть, личная практика, о том, что если власть областная, региональная не начнет взаимодействовать социальными и культурными проектами напрямую, будущего не будет. И все эти специалисты, допустим, Свят Мурунов давно еще рекомендовал, что вашему городу нужен сити-менеджер. Я абсолютно искренне, ко мне можно неоднозначно относиться, да, мне понравилась фраза Ильи Вячеславовича Шульгина, когда он на одном заседании сказал, что если какие-то будут препоны, задержки, пишите сразу мне. Это помогает. Приходилось уже пользоваться этим советом конкретно? Я думаю, что это может помогать. Если люди адекватные, вот этим можно пользоваться. Ну, в смысле, не нарочито, конечно, не так, но вот это, когда вот так, это может помогать. А именно такого сотрудничества не хватает, когда можешь в каких-то проблемных случаях обратиться к главному чиновнику города, и он там разрешится. Не только в проблемных. Вот я-то как раз вопрос не про проблемные только случаи задаю, а в принципе. В принципе. Нет, не только проблемные, понимаешь? Нет, не только проблемные. Вот есть фестиваль, да, или есть какое-то событие культурное. Почему только обязательно писать о том, что вот помогите, спасите, дайте денег. Ведь и другое должно быть. Вот когда было такое, что ты пишешь, говоришь там Игорь Владимирович или Илья Вячеславович, или Илья Ильина Васильевна, у нас будет фестиваль, приходите. И он приходит просто как человек. Не то, что там поставьте в расписание, снимите меня на камеру, значит, ленточку я разрезал и пошел. Просто как человек пришел. Да, и вот это важно. В смысле, есть такие... В толпе не замечены были? Было так темно. Да, все ясно. Все-таки колец августа уже. Ну, а с другой стороны, это не хорошо, что темно. Может быть, тот и был, но именно не светился, ничего. Просто так среди других постоял. Вот, и не только они могли быть. Вот это может быть и хорошо, это и правильно. Но там было все прилично. Все хорошо. Я не про приличность спрашиваю, просто про присутствие. Смотри, к чему мы приходим все-таки. Да, одно дело, конечно, очень важна помощь, когда действительно нужна помощь. Вот ты заранее обращаешься, необходима помощь в организации, в снятии бюрократических барьеров, в организации охраны, в милиции и так далее. Можно я остановлюсь на секундочку у вас, что снятие бюрократических барьеров, это самый главный элемент. Я бы повесил, может быть, где-нибудь, где это возможно. То есть снятие бюрократических барьеров. То есть люди, активисты должны выходить с предложением. Вот у вас хорошо получается модерировать, потому что у вас есть внутренний потенциал. Кому-то сказать нет, кому-то сказать в лицо что-то, кого-то взбодрить. Пусть активисты, допустим, если по мере сил каким-то образом обращаются в некий центр, этот центр скажет, слушайте, ну это ересь, допустим, или в этом есть пульс. И вы уже как бы на уровне власти, допустим, что Илья Вячеславович сказал, так, Иванов, Петров, вот сейчас к вам придет такой-то активист, вот всячески ему помогать. И не думайте, как бы препятствовать, задерживать его реализацию. Это вот из личного опыта. Эта помощь активистам, она необходима. Потому что мы себя считаем, конечно, активистами тоже. И мы могли сталкиваться с такими проблемами. И до сих пор это каким-то образом встречается. Есть положительная практика. Ну, как везде. То есть есть люди хорошие и плохие. Вспомните, в этом году, когда приезжал Ива Ауахаси, специалист японский, он как раз и говорил, что главное предназначение японских чиновников, главная их роль, вот когда переформатировалась Япония, когда они находили свой путь в семье муниципалитетов, им было четко сказано, инициатива и решение от бизнеса и общества, ваша задача — снять бюрократические барьеры. Это вся ваша работа. Вы бюрократы, вы должны уменьшить количество бумаг, запретов, найти путь и помочь. Вот как бы ваша задача. Я, кстати, хочу вам сказать, вот когда тут говорили про... Вы помните, что мы потеряли триатлон Айронмен? Вы помните, что в прошлом... Да, в прошлом... В этом же году нет Айронмена. В прошлом году в первый раз в Кирове прошел Айронмен, триатлон, а в этом году нет. Стрижи, победительский тракт. Почему? Что случилось? Но спортсмены-то никуда не делись, они остались. Нет, то что значит, спортсмены-то как раз делись. На триатлон, на Айронмен приезжают со всей страны и за рубежа. Мы попали в этап, и это редко бывает. И, ребят, скорее всего, мы туда уже не вернемся. В этом году что случилось? Никто не заметил потери серьезного бойца? Я, честно говоря, не заметил, потому что не слежу за этим видом. Вот такая история, тут, понимаешь, как бы дело даже не в виде спорта. Айронмен — это такая история, которая... Вот когда мы говорим про спортивный туризм, вчера Курдюмов выложил пост в Фейсбуке, видели, да, что будет дорога, сдана до такого-то, не помню, осенней даты, до легкоатлетического манежа. И впервые прозвучало в его посте, прозвучало словосочетание «спортивный туризм» в отношении легкоатлетического вот этого, значит, манежа. Там ему страдали коллеги сразу, а что такое, значит, еще спортивный туризм. Так вот, друзья мои, сам по себе легкоатлетический манеж, ну, я, может, конечно, дилетант, но я общалась, вот у нас есть уже который год идет программа про спорт, спорт с Медведевым был сейчас, сфера и спорт и так далее, много, много через... Сам по себе манеж – это не возможность, это не факт, что будет развиваться спортивный туризм. Вот айронмен, триатлоны, вот такие серьезные айронмены, международная программа. Вот это спортивный туризм. Холмы. Потому что, еще пока подожди, пока что холмы – это еще не федеральная и не международная история. Айронмен – международная история. У нас там триатлонщиков по пальцам одной руки можно сочетать в Кирове, но триатлонщиков во всем мире огромное количество, это известнейшие и знаменитые люди. В России он очень развивается. И вот этап, когда он проходил в Кирове айронмена, вот это спортивный туризм. Потому что триатлонщики свое расписание, они расписывают на годы вперед. Ты в этом году уже закупил билеты туда, забронировал гостиницу, раз мы про туризм говорим, туда. У тебя все этапы расписаны, где ты будешь тренироваться, приезжают заранее, чтобы трассу освоить. Они оставляют здесь свои деньги, они пишут посты, они распространяют блоги. И вот это спортивный туризм. Когда Киров был в триатлоне в Айронмене, мы могли говорить о том, что мы заходим вот в такую международную историю. Вятские холмы – хорошая, но пока местечковая история. Она классная для того, чтобы пропагандировать такой спорт здесь на месте. Да, сюда уже начали приезжать со всей страны, потому что на разные такие мероприятия по всей стране приезжают. Но люди, знаете, почему мы потеряли этот триатлон? Я как раз хотел спросить, а что случилось? Очень просто. Ну, что случилось? По всяким, вот что бы у нас ни происходило, неважно, какие мероприятия общественные, когда перегораживают улицу, что у нас происходит? Начинают писать жалобы. Ну, масса недовольных появляется. А вы там, бла-бла-бла, ды-ды-ды. И дальше что происходит? У нас жалобы. У нас жалобы. Или кто там, ГАИ, или кто там еще. Жалобы обычно говорят. У нас жалобы, все, мы не можем. Или у нас не хватает, или, прости, пожалуйста, или у нас не хватает полицейских. А в этом году полицейские сейчас уехали в Казань. И ничего всех хватило на весь город. Два месяца мы убили практически без наших полицейских. А, кстати, да, без полицейских, как выяснилось, даже преступность не выросла при этом. И ничего, так вот, ребята, вы представляете, мы лишились такой серьезной истории, как Айронмен, вот из-за этого. По сути, глава города, глава региона, или кто там у нас отвечает за спорт в нашем регионе, они должны сказать... Министр спорта. Ну, так или иначе, все на глаз заводится, конечно. Айронмен, Вятские холмы, там, культурная программа, это, 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 это ключевые события в городе и в регионе. Никаких не должно быть препятствий. Переноса в дат, это невозможно, люди покупают билеты конкретных датам. Значит, не должно быть ничего. Есть бу-бу-бу, значит, должна быть хорошая информационная поддержка, чтобы бу-бу-бу не было, чтобы всем все разъяснили, всех все не удовлетворит, но все равно. Значит, милиция, полиция, ваша задача организовать, как вы это будете делать, это ваша профессиональная задача. Вот это ключевые события в регионе, с ними уже пора определиться, если мы говорим об афише. И мы ближайшие, там, 5, 10, 20 лет это развиваем. Все. И вот в этом мы независим от денег Газпрома, товарищи. Независим. В легкоатлетическом манеже, да, и от Ани Альминовой, которая молодец, слава богу, что у нас есть такой человек, который смог это организовать и тащит это на себе. А вот это в ваших, господа чиновники, в ваших и обязанностях, и возможностях, и здесь человеческий фактор очень большое значение имеет. Принял решение, поставил задачу, ее выполнит. А так вот, пынц, и вылетели. Дмитрий, комментарий, да, вижу. Ну да, с этого, практика тоже, вот в парке Аполло выставились, музыка приятная, там, чайком всех поем, допустим, кинопоказ ожидать. Было, ну, допустим, 500 плюс, да, человек. Ну вот была бабушка одна, утром приходила, говорит, сейчас я вас тут всех отфотографирую и отправлю в милицию. Мы всегда были. За что? Бабушка, юрист, дедушка, молодой человек, кто угодно найдется, чтобы это сделать. Просто прерываешь. А иногда зачастую это и бабушка, и юрист, и сумасшедший. У нас сейчас звукорежиссера, и наша, и наша ситуация у нас, да. Реклама. Продолжаем наше общение. Дмитрий Шилеев, руководитель Центра современного искусства «Галерея прогресса», наш главный редактор Светлана Занькова. В оставшиеся 7 минут, может, поговорим о вообще инфраструктурно, как-то вот территориально наш город, насколько готов к этим мероприятиям нового формата. Давайте не об этом сейчас поговорим. Давайте добьем историю, все-таки, которую мы с вами начали в перерыве развивать. Она очень важна. Правильно. Про человеческий фактор. Про человеческий фактор. Это самое важное, потому что вся инфраструктура будет развиваться, когда человеческий фактор там на должном месте находится. Вот смотрите, мы привели с вами примеры, да, по поводу айронмена, да, или там спортивных мероприятий. Я не слышала никаких откликов от нашего министра спорта по этому поводу. Ну и сам-то он не спортсмен, конечно. Но сейчас принятая такая практика, что не обязательно быть там спортсменом, чтобы стать министром. Какой отклик мог бы быть? Присутствие. Присутствие, заинтересованность, драйвером быть, значит, развитие всего этого. Вот по культуре то же самое. Вот смотри, прошло мероприятие. Это всемирный фестиваль, между прочим. Да, всемирный фестиваль. Впервые у нас в городе. Средствами, которые не просили из бюджета. Здесь вообще, как я понял, мы делали на свои деньги. На свои деньги. Из бюджета ничего не просят. Вот смотри, если бы в этот день в каком-нибудь ОДНТ проходил, значит, какой-нибудь концерт или фестиваль, неважно чего, там и приехал бы какой-нибудь ансамбль песни и пляски из села Кукуева, там неважно. То вот, наверное, там министр культуры Татьяна Мазур, которую мы очень все любим, она бы там была, значит, фотография бы была, пресс-релиз бы был на сайте правительства. Значит, может быть, если бы молодежный был ансамбль, был бы Барминов, который отвечает за молодежку, Георгий, тоже мы его очень-все очень любим. Значит, все бы было и сказали, вот культурное событие в Кирове прошло. Мы бы, конечно, никто про это не знал, но увидели бы пресс-релиз. Увидели пресс-релиз, узнали бы, да. Тут проводится, значит, фестиваль, всемирный кинофестиваль, 500 человек пришло, из бюджета ни копейки денег не затрачено, конец лета, а люди просто пришли, люди. Мазур не было, Барминова не было, никого там не было. Ну, Свет, давай скажем так, вот как Митя сказал, было темно, может, туда и было. И мне жалко. Ну, понимаешь, какая интересная история, Коль? Они сейчас все очень активно соцсетями пользуются. Мы знаем, где они были. Да, понятно. Фейсбук показывает нам все. Фейсбук показывает нам все. И я просто предлагаю, если вы там были, вот тут еще нам прочит нового чиновника от культуры в городе, нам уже озвучивали здесь в этой студии, Иванстрой, скорее всего, будет. Вот если Иванстрой, Георгий Бармин, Татьяна Мазур была, не знаю, Дмитрий Александрович Курдюмов, который вообще все это вот курирует. Весь социальный блок курирует. Если вы там были, у вас есть свои соцсети, выложите, пожалуйста, фоточки, что вы там были. Иногда от вас больше ничего не требуется. Вы сами являетесь популяризаторами культурных мероприятий или спортивных мероприятий. Вот когда это случится, а все чиновники сейчас соцсетями обзаводятся, я знаю, что Васильев как бы сказал, что надо это делать. Если это случится, и мы увидим такие фотки, что пришел, например, Дмитрий Александрович Курдюмов как обычный человек-горожанин на это мероприятие, то мы увидим, что он вместе с городом живет. Я понимаю, что, ну ладно, оставим Курдюмову, у него большая нагрузка. От культуры кто-то там пришел. Что вы там были. Не надо ленточкой перерезать. Не надо галочку ставить. Но лучше бы, если бы оценили такое мероприятие, побеседовали с организаторами, с людьми побеседовали. И сказали, что вы по этому поводу думаете, и надо развивать, на ваш взгляд, дальше такое. По крайней мере, обсудили бы эту тему. А про кинофестиваль. Я вчера слышала, Дим, такую историю. Вчера как раз приезжали мои друзья из Польши. Они делают большой проект во всей России. Мы вечером сидели с ними, встречались. И вдруг там внезапно еще подошел издатель из Екатеринбурга. Там Женя Дрогов. Там был все. А люди были. Один из Польши, другой из Владивостока. Вот эти все сидим. И мы, значит, тоже рассказывали, какие тут мероприятия, что у нас сегодня. Вчера происходило. Они спрашивают как раз. И Денис спрашивает, который из Владивостока, говорит, а есть у вас кинофестиваль? Представляешь? Он спрашивает. А кинофестиваль у вас есть? У нас вот вчера был кинофестиваль, о котором знает узкий пока что 500 человек людей. У нас про кинофестиваль была подача из Серого дома тоже. А что у нас нет кинофестиваля? А дальше-то что? А еще, по-моему, сам же Васильев говорил, а пусть активисты и люди, которые от культуры, вот как Дима Шаляев, пусть они подают свои идеи нам, сказал он в эфир. И только не стало понятно, кому нам. Нам кому? Кому мы должны это сказать? Правда же? Они вот уже, кстати говоря, у нас вообще Васильев, он же такой культурой очень зараженный человек. Ему вот это все нравится. Вот кому нам вот эти идеи, я хотела бы понять. И дальше что? Потому что если мы этому нам, которого назначат, дадим идею, а он это будет как нагрузку выполнять, то это там и останется. Я боюсь, что он даже как нагрузку выполнять не будет. Понимаешь, да? И вот тут тоже такой вопрос. Вот я не знаю, строй придет, когда вы его все лучше, чем я знаете. Сейчас вы сказали, что вроде бы он как менеджер, специалист, он это понимает. Мы все знаем, кто такой Иван Строй. Мы знаем, что это человек, который очень плотно связан с Валерием Крепостновым. И он с ним работает очень давно по многим предприятиям. Валерий Крепостнов как раз тоже не чужд культуре. И он вроде бы как тоже вот в этом заинтересован. Не знаю, как вот в мероприятиях в основном объекты какие-то там возводятся. И проекты. Но вот когда вы сказали нам, надо дальше двигаться. Вот чтобы это не висело уже несколько месяцев в эфире, а действительно что-то организовывалось, потому что вся повестка следующего года уже формируется сейчас. Посмотрите внимательно. И вот опять же мы говорим, когда про бюджет, конечно, всегда помощь, Дим, хорошо, когда помощь. Но даже денег-то не просят люди на организацию этой истории. Вы просто возьмите это, закрепите это, пусть это будет новая традиция и классное культурное событие в Кировской области. И своими лицами это пиарьте. Своими постами в соцсетях это пиарьте. Присутствуйте там. Не как чиновники, а как горожане. Общайтесь, погружайтесь в это. Вы тогда поймете истинные потребности этих самых горожан. Что нам надо-то? Не то, что вы там в своем графике отметили и отчитались, что прошло 1323 спортивных событий. Тут у нас была спортивная неделя на театралке. Кто ее заметил? Какую пользу она принесла? Как ни странно, больше вопросов было. Я толком не понял, что там происходило. Единственная версия, которая возникла, может быть, там были заявки на митинги, и чтобы они их не проводили. Вот у нас была спортивная неделя. Когда непонятно, тогда такие версии возникают. Причем ее обеспечивали полицейскими. Все, все. Ганты какие-то собрались. Не знаю, что там было. Но вот правда. Вы понимаете? Поэтому вот такие культурные события, вот такие спортивные события, вот их надо прямо брать. А для того, чтобы их взять, придите своими ногами, как простой человек. Снимите с себя эту вот эту вот чиновничью вот эту вот скорлупу. Просто придите и поймите, в чем действительно заключается польза. И все. И без вот этого счета денег нет. Не надо, никто не просит. Никто не просил, собственно, да. Снимите все эти счеты, доспехи, и просто придите как человек. Дмитрий, заключительные на сегодня слова. Ну, я был бы... Можно обращение к тем же власть имущим. Ну, я был бы реально счастлив, и со света только что я объяснял, что важно, чтобы кто-то с нашего, допустим, опыта мог шагнуть дальше, чем мы шагнули. Это важно. То есть это преемственность поколений. Тогда для всех будет хорошо. Для города, как минимум. И вот схему, которую озвучивал тот же Свят Мурунов, он говорил о том, что должен в городе появиться... Известный урбанист. Да, должен появиться сити-менеджер у вас. И этот сити-менеджер должен включаться в творческие социокультурные проекты и говорить, да, вот этот мне проект нравится, нам нравится. То есть некая должна быть конгломерация власти. Я не знаю, кому... Ну, то есть, может быть, Илья Вячеславович назначил какого-то человека, который... Он должен любить это, в первую очередь. То есть это не должно быть, как я сказал, для него нагрузкой. Потому что это будет опять... То есть он должен не просто деньги считать, он должен любить то дело, которым он занимается. Это будет волокита, да. То есть человек должен... Вот Татьяна Мазар любит. И я безусловно могу сказать. Поэтому с ней всегда, когда это происходит... Ну, в это время было, кстати, много мероприятий, она могла бы просто... Да, могла. Да, могла. Назначное лицо, через которое будут проходить подобные проекты. И Илья Вячеславович должен дать такую бумажку, ну, как в фильме, допустим, «Собачье сердце», чтобы всем бумажка-бумажка, чтобы можно с ней было куда угодно заходить. И чтобы эта бумажка была у тебя. Спасибо. Завершаем на эту программу. Всем доброго дня. Светлана и замдиректора Кировского молочного комбината Федор Сураев через 20 минут встречаются в рамках особого мнения. Верно. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.